Всех приветствую, с вами Сергей Никонов, и сегодня мы поговорим про CSS-селекторы. CSS стиль может создавать различными способами, но обычно новички изучают там один-два способа и в принципе с этим работают. Да, с этим можно работать, но для того чтобы создавать действительно крутую верстку, вам необходимо знать несколько способов. Поначалу вам будет казаться, что это все очень сложно запомнить, но вы выписываете вот эти все способы, которые я сегодня буду показывать себе в блокнот, обязательно практикуйтесь, проходите интерактивное задание на сайте FratCode, и тогда вы очень быстро все запомните, и потом, когда, например, забудете что-либо, вы всегда сможете вернуться к этим записям. С первого раза вы, скорее всего, все эти способы не запомните, поэтому лучше пересматривать урок несколько раз, выписывайте себе блокнот, ключевые моменты, и также проходите интерактивные задания на сайте FratCode, тогда вы точно все запомните. А сейчас давайте удалим все из прошлого урока, оставим только TeddyBody, это можно закрыть, и также можно удалить все из наших стилей, чтобы нам ничего не мешало. Здесь у нас будет CSS Selectors, и давайте сейчас, чтобы удобнее было учиться, я скрою вот эту вот панель, нажму на Command-B кнопку, немножко подвину, и браузер тоже немножко поменяю, сделаю его примерно вот такого размера, чтобы нам все было хорошо видно. В этом уроке, чтобы было удобнее учиться, я стиль буду писать не во внешнем CSS файле, а создам тег Style, и в нем буду писать все стили для урока. И давайте сейчас создадим несколько HTML тегов, пусть у нас будет, например, какой-нибудь h1, пускай будет называться CSS Selectors, будет какой-нибудь div, ну просто будет, например, first div, какой-нибудь second div, ну и также для примера давайте создадим какой-нибудь eoli, пусть будет их пять, один, два, три, четыре, или e5. Ну и давайте еще создадим какой-нибудь span. И сейчас посмотрите, что у нас происходит в браузере, то есть у нас сейчас есть наши какие-то HTML элементы, это h1, div, span, eoli, и у них по умолчанию, то есть у нас сейчас никаких нету стилей, по умолчанию есть какие-то определенные параметры, то есть, например, у нас вот здесь вот есть отступы, соответственно, шрифт большой у нас у h1, какие-то еще параметры, и что самое интересное, так как у нас не один только браузер, например, google chrome, у нас также есть там safari, opera, firefox и другие браузеры, и каждый из этих браузеров может задавать свои стили по умолчанию, то есть какие-то отступы, какие-то шрифты и прочее. И хорошей практикой считается для того, чтобы ваш сайт выглядел примерно одинаково во всех браузеров, задавать свои параметры по умолчанию для отступов, для размера шрифтов и так далее. Но как можно сразу для всех HTML тегов задать какие-то параметры? Сделать это очень просто, достаточно написать в стилях вот такую вот звездочку, поставить наши скобки, и здесь мы можем писать все что угодно, например, мы хотим для всех абсолютно элементов задать размер шрифта 30 пикселей, пишем font-size 30 пикселей, и вот у нас, если сохранимся, сейчас у всех элементов наших размер шрифта стал 30 пикселей, также можем задать какой-то цвет по умолчанию, например, это будет какой-нибудь красный, например, и вот у нас абсолютно все элементы стали красного цвета. Давайте сейчас удалим этот стиль. И в прошлых уроках мы с вами стали знакомиться, как можно задавать CSS стили для определенных элементов, например, мы можем задать для какого-то определенного тега, например, для div какой-то CSS стиль, например, это будет цвет красный. И вот у нас все наши divы, которые есть стали красного цвета. У нас также есть span, например, для него тоже можем задать, вместо div напишем span, и вот у нас span задался красным цветом. Точно также мы можем создавать классы, например, у нас будет у второго diva класс какой-нибудь color. И здесь мы напишем точку и укажем такое же название класса color. Сохранимся. И вот у нас second div, второй div, стал красного цвета. И если класс color мы дадим, например, нашему span, то у нас также span станет красным цветом, потому что у него класс color. Но что если мы хотим, например, чтобы у нас название класса было одно и то же, например, color, но хотим, чтобы у разных элементов, например, у diva был какой-нибудь красный цвет, как и есть сейчас, а у span, например, был какой-нибудь зеленый цвет. Как это можно сделать? Это можно сделать с помощью CSS селекторов. Мы можем написать следующее, div, сюда вот написать. Безо всяких пробелов ставится точка color, то есть div.color без пробелов. Здесь у нас задан red. Сейчас мы сохранимся. Вы увидите то, что только div у нас красного цвета, потому что этот стиль будет распространяться только для классов color, которые применены к diva. То есть, вот здесь вот span это не будет работать. И если мы хотим сделать все то же самое для span, для этого нам нужно будет написать span точка color, то есть все span, у кого есть color класс. И, например, мы хотим, чтобы у нас цвет был зеленый. Пишем color green. Сохраняемся. И вот у нас span стал зеленого цвета. С помощью CSS селекторов мы можем сделать даже вот такой интересный пример. Мы можем задавать, например, стили для div, у кого есть два класса. Давайте рассмотрим. Например, у нас есть div color, который у нас сейчас вот имеется. Давайте здесь изменим на background color. Пускай у нас будет red, так и останется. И сделаем цвет текста белым. И давайте скопируем вот этот класс color в первый div. То есть, у нас сейчас два divа есть. Первый div и второй div. Давайте сохранимся, посмотрим, что произойдет. Сейчас у нас с вами open div. Они имеют класс color. Мы задаем только для div. Вот этот вот стиль, у кого стоит класс color. Но что если мы хотим, например, чтобы у нас у первого div background, то есть фоновый цвет оставался красным, а цвет текста не менялся. То есть, мы хотим, чтобы он был черным по умолчанию, а у второго div, чтобы у нас был так вот, как сейчас. То есть, фоновый красный цвет и цвет текста белый. Можем написать следующим образом. Можем сюда, безо всяких пробелов, поставить точку, придумать какой-нибудь класс, например, text color. И этот же класс указать у первого div. То есть, вот сюда, text color. И что же сейчас произойдет? Сейчас у нас первый div останется таким же. То есть, у него будет background красного цвета и текст будет белого цвета. А второй div у нас не изменится, несмотря на то, что у него задан класс color. Давайте сохраним, посмотрим. И вот у нас результат, о котором я и говорил. И чтобы мы для второго нашего div сделали то, что хотели, например, чтобы у него просто был цвет background красный, мы можем написать вот таким же образом, как и раньше писали. Сейчас я просто скопирую. Уберем отсюда color white и будет написано просто div color. То есть, цвет у него остался по умолчанию, который был черным. Если мы ему зададим какой-то цвет, например, там, gold, то только второй. div у нас станет вот с таким вот текстом желтого цвета. Так это интересно работает. Обязательно это запомните. Лучше выпишите куда-нибудь, потому что это вам очень поможет при верстке реальных проектов. Сейчас я удалю эти стили. Они нам больше не нужны. Также есть такая запись. То есть, мы можем написать span, запятая, написать ли, и также зададим какой-нибудь background color. Пусть будет green. Если мы сейчас сохранимся, посмотрите, что произойдет. У нас есть span. Вот этот вот. Он стал зеленым цветом. То есть, у него background зеленого цвета. И также наши li все элементы стали зеленого цвета. То есть, через запятую мы можем применять стили таким образом. А если мы хотим применить CSS стили, например, вот ко всем вот этим вот li, которые есть внутри, только в тегах ul. Мы можем написать это все через пробел. То есть, можем написать ul, пробел, li. И здесь, например, какой-нибудь color будет gray. И все вот эти вот наши внутри элементы ul станут цвета gray. Вот так вот. То есть, когда вы пишете через пробел, вы применяете ко всем вот этим вот дочерним элементам li внутри тега ul в стиле. А сейчас давайте рассмотрим еще один пример. Например, у нас вот здесь вот второй элемент. Давайте его немножко расширим. И добавим сюда каких-то еще тегов. Например, это будет какой-нибудь там div. Внутри этого div будет какой-нибудь span. Внутри этого span будет, например, там strong. И будет текст наш двоечка. Давайте сохраним, посмотрим, что произойдет. Сейчас у нас стили применяется ко всем li. У нас есть strong, выделен вот этот двоечка. И если мы, например, захотим, чтобы только у тега strong у нас было вот это вот выделение цветом, как мы это можем сделать? Можем просто здесь вот li заменить на strong. Сохраниться. И вот у нас strong стал цветом gray. При этом не имеет значения, на каком уровне, на каком уровне вложенности будет вот это вот strong. То есть он может быть даже где-нибудь вот здесь. Все равно он будет выделен цветом таким вот. Может быть там, не знаю, сразу после li. Он все равно будет выделен. То есть когда вы задаете через пробел стиле, это обозначает то, что внутри вот этого тега ul, если он встречает тег strong, то, соответственно, он задает ему background color gray. То есть так вот это работает. Это тоже запомните. Это очень важно. И также, естественно, вместо самих тегов вы можете использовать вот вместо strong, например, можете использовать класс какой-нибудь. Пусть это будет gray. Название класса. И так вот можем сделать, скопировать его. И сюда в strong задать класс gray. Сохранимся. Отсюда я сейчас strong тоже вот этот уберу. И вот точно так же это все работает. То есть теперь мы задаем для классов gray тех элементов, у кого есть класс gray, вне зависимости от вложенности, неважно сколько тут идет тегов. Внутри ul он будет всем тегом с классом gray создавать этот вот background color gray. Помимо такой записи есть еще такой вот интересный пример. То есть можем написать такой вот символ и написать, например, название нашего тега strong. Но такая запись будет работать только для первого дочернего элемента. То есть если мы сейчас сохранимся, у нас вот эта не будет работать запись. Потому что после ul у нас идет li, а не strong. Но если сейчас мы изменим вот эту вот запись с ul на span, потому что span у нас идет первым элементом, а дочерним элементом его является strong. Вот так вот напишем. То у нас будет работать вот это вот выделение для strong. Потому что такая запись работает только для первого дочернего элемента. В данном случае у span дочерний элемент это strong. И вот как вы видите он его выделяет. Давайте рассмотрим еще один интересный пример. Здесь добавим класс color у третьего элемента. Как можно сделать так, чтобы, например, мы хотим, чтобы у нас выделялось каким-то цветом только вот эти вот два элемента после элемента с классом color. Такое тоже возможно с помощью CSS стилей. Для этого можно написать такую запись li. Сейчас это все удалю. Напишем li.color. Название класса нашего, как мы смотрели в первых примерах. Поставить вот такой вот символ. И написать li. Ну и здесь давайте еще цвет поменяем. Например, какой-нибудь yellow сделаем. То есть этой записью мы говорим о том, что мы хотим выделить после тегов li с классом color остальные элементы, которые идут после него. То есть в данном случае li, как мы здесь вот указали. Если мы сейчас класс вот этот вот color переместим выше. Например, вот сюда. То у нас что произойдет? У нас выделится 3, 4, 5. Сейчас если мы сохранимся. Вот у нас так это работает. Запомните тоже эту запись. Ее можно применять, когда вы уже будете создавать реальные проекты. Точно так же мы можем модифицировать нашу запись таким образом, чтобы у нас, например, выделялось не все вот эти вот элементы выделялись после вот этой вот записи с классом color, а только первый элемент. Как это можно сделать? Это можно сделать очень просто. Вместо вот этого знака можно поставить знак плюс. И у нас выделится только первый элемент, то есть троечка. Ну вот. Если мы, соответственно, опять-таки перенесем вот этот color куда-нибудь вот сюда вот на четверочку, то у нас выделится только пятый элемент. Ну а если мы, например, в последний элемент переместим в пятый, то у нас ничего не будет выделяться, потому что после пятого элемента у нас ничего не идет, никаких больше элементов li. Но если только мы сюда добавим какой-то li, там, например, там 6, то он у нас выделится. Вот такая вот интересная запись. Тоже ее запомните. Также мы можем задавать CSS стили еще одним способом. Давайте сейчас вот эту я удалю. Вот эти классы я тоже могу, в принципе, уже удалить. У наших HTML тегов могут быть также и какие-то атрибуты, в том числе, которые мы сами можем придумать. Например, это может быть какой-нибудь там random attribute. Ну и пусть будет какой-нибудь там my attribute. То есть у нас у него нет никаких классов, ничего. Просто есть какой-то атрибут, который мы сами придумали, и хотим задать для него стили. Такое тоже иногда бывает. Мы можем написать стили для него следующим образом. Поставить вот такие вот скобки квадратные. Сюда написать наш random attribute. Вот так эта запись будет выглядеть. И здесь, например, мы можем задать какой-нибудь color. Пусть будет gold. Сохранимся. И вот у нас первый элемент. Color стал у него такого желтого цвета. Ну еще может быть какой-то случай. То, что, например, у нас есть там два div. Например, у нас есть div. Вот такой вот, который мы создали с атрибутом random attribute. Пусть будет один, например, он называться. А второй div у нас будет какой-нибудь random attribute. И значение у него будет два, например. Если мы сейчас сохранимся, у нас оба div станут вот такого желтого цвета. Но что, если мы хотим задавать для нашего div, у которого есть атрибут random attribute и текст my attribute 1. То есть мы хотим задавать какой-то один цвет. А для второго вот этого атрибута мы хотим задавать другой цвет. С помощью CSS стиля это также можно сделать. Для этого вот сюда вот можно будет дописать наше значение атрибута. Равно. И здесь напишем, например, my attribute 1. Как вот здесь у нас и написано. То есть это у нас для первого div будет, например, какой-нибудь magenta цвет у него будет. Это мы сейчас скопируем. Кстати, можно сохраниться. Только у первого у нас magenta сейчас цвет. И у второго со значением my attribute 2 у нас, соответственно, будет какой-нибудь другой цвет. Путь будет green. Сохранимся. И вы видите то, что у нас появилось у одного div magenta цвет, у другого green. То есть даже вот таким способом можно задавать CSS стили. И давайте рассмотрим еще один пример. Это я сейчас удалю. Например, у нас есть какие-нибудь html формы. Form. И здесь есть какой-нибудь input. Пусть оставим прям так текст, как у него есть. И есть какой-нибудь input. password. Сохранимся. Вот у нас с вами две формы. Обычные формы, которые мы с вами уже рассматривали в прошлых уроках. И что если, например, я хочу, чтобы цвет, когда вот мы печатаем, либо здесь, либо здесь, был не черным, а каким-либо другим цветом. Как это можно сделать? Сделать это очень просто также с помощью CSS стилей. Мы можем написать в стилях следующее. Просто пишем название тега input. И пишем здесь color. Какой-нибудь, ну, какой-нибудь там green. Сохраняемся. Начинаем печатать. И вот у нас цвет текста внутри стал зеленого цвета. То есть мы задали также вот через тег input. Ну и, например, по каким-то причинам вы хотите, чтобы у вас, когда вы печатаете, например, вот здесь в первом input текст, он был там зеленым, так и оставался. А когда вы печатаете пароль, вы хотите, чтобы он был каким-нибудь другим цветом. Как это можно сделать? Сделать это также очень просто. Для первого input мы так и оставляем. Только здесь дописываем вот такую вот запись input. Прям так и пишем type text. Как вот здесь вот у нас написано в импуте. А здесь мы создадим точно такую же запись. Я думаю, вы уже догадались. Здесь будет вместо текст написан паспорт. Здесь оставляем color green. А здесь пишем какой-нибудь magenta. Сохраняемся. И теперь, когда мы будем печатать в первом input текст, он у нас будет зеленым. А когда будем печатать во втором input текст, он у нас будет уже цветом magenta. Обратите внимание, что когда вы задаете стили таким образом, после input не должно быть пробелов. То есть у вас должен идти input и сразу начинаться скобки. Иначе ваши стили не будут работать. Обязательно потренируйтесь. При необходимости пересмотрите этот урок несколько раз. Выписывайте себе вот эти способы в блокнот. И обязательно пройдите интерактивные задания на сайте FratCode. Так вы намного лучше запомните информацию. А в следующем уроке мы рассмотрим еще один способ, как можно задавать CSS стили. с помощью псевдоклассов. С вами был Сергей Никонов. Увидимся в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok